Ну что, мы продолжим обсуждать всякие вещи, связанные с пределами функций. И у меня сегодня две темы. Одна небольшая тема, которую я не успел рассказать в прошлый раз. Это односторонние пределы. И это на самом деле простая штука, но она демонстрирует тот факт, что когда мы переключились от понятия предела последовательности к понятию предела функции, у нас очень сильно выросло пространство. У нас возникло много-много разных случаев. Когда мы говорили про предел последовательности, там был просто. Последовательность есть предел, предел, имеющийся к бесконечности. Ничего другого там придумать было нельзя. Придумать, может быть, и можно, но никто этого не делает. Когда мы говорим про предел функции, во-первых, нам нужно выбрать точку, к которой у нас стремится аргумент функции. А во-вторых, стремится он может по-разному. И в частности, бывает такая штука. Вот смотрите. Допустим, что у меня есть какая-нибудь вот такая функция. Допустим, вот такая. И давайте я здесь каких-нибудь чисел поставлю, чтобы было понятно. Пусть вот это вот единица, вот это вот, например, двойка. А вот это, скажем, тройка. Здесь тоже единица. Давайте вспомним. Если я спрашиваю про предел при х, стремящемся к единице f от х, что вы можете сказать? Вы можете сказать, что его не существует, потому что нет такого числа, к которому приближалось бы значение функции, когда х приближается к единице. Но почему это так? Потому что если х близок к единице слева, вот так вот, то у близок к двойке. А если х близок к единице справа, тогда у близок к тройке. И одного числа, к которому был бы близок у, когда х близок к единице, его нет. Значит, не существует. Но когда я сейчас объяснял, почему его не существует, я сказал, что, например, если х приближается к единице справа, то у приближается к двойке. То есть я сказал, какое-то утверждение, похожее на утверждение про предел, но только это специфический предел, а именно мы разрешаем х приближаться к единице не абы как, а только с одной стороны. Что это означает? Ну вот у нас в обычном определении предела, давайте я напомню. Значит, напоминание. В обычном определении предела у нас эта штука работает так. Ну вот давайте я напишу для конкретно этой ситуации. Вот если бы у нас было какое-то число а, которое являлось бы пределом, то тогда что бы это означало? Это означало бы, что для всякого ε больше нуля нашлась бы δ больше нуля. Такая, что для всех х, если х находится на расстоянии не больше δ, меньше δ от а, и на расстоянии больше нуля, тогда f от х находится… О, сейчас, не а, здесь должно быть, конечно, единица. f от х находится на расстоянии ε. Значит, вот обычное определение предела. Как вы думаете, как мне его модифицировать, чтобы сделать такое определение предела, в котором х приближается к единице справа? Добавить х больше одного, да, или смотреть не на вот этот модуль, а как бы… Ну, то есть, вот смотрите, вот это вот условие, которое здесь написано, это условие такое. Я могу картинку нарисовать. Значит, вот у нас есть точка 1, и условие, которое здесь изображено, оно вот такое. Так. Допустимые х в обычном определении – это вот такая проколотая окрестность. Значит, вот это множество, которое я нарисовал, оно называется проколотой окрестностью, в семинаре было это, а на лекциях в прошлый раз не сказал. Обозначается вот так вот. У дельта с кружочком сверху. Проколотая дельта окрестность. Вот эта вот штука. Вот. Соответственно, если я хочу разрешить х приближаться только слева, это означает, что меня интересует только вот эта вот левая полуокрестность. Ну, и записывается так. Предел при х, стремящемся к единице слева. Значит, минус, как правило, ставят либо сверху в виде такого индекса, либо иногда пишут, либо иногда пишут х стремится к единице, просто вот так вот минус ставят, один минус. Либо иногда пишут… Я, честно говоря, с таким в последнее время не встречался, но в некоторых книжках можете найти. Вот так. Один минус ноль. Значит, это утверждение такое. Значит, утверждение, что вот эта штука равна а, это все три разных обозначения одного и того же. Это утверждение такого, что для всякого y больше нуля, найдется дельта больше нуля, такая, что для всех х. Ну, давайте напишем, как это условие будет выглядеть. Значит, если я хочу, чтобы я приближался к единице слева, это означает, что х должен быть меньше единицы. Ну, давайте я просто напишу так. х принадлежит от нуля до… Нет, нуля. Вот так можно писать. Это не минус дельта до дельта. Или что то же самое. Допустим, х минус один будет меньше нуля, больше минус дельта. То же самое. Да, только на дельта. Правая точка должна быть один, да, единица, конечно. Конечно, вот так-то. Значит, вот для всех х. Если вот это выполняется, то тогда, опять же, расстояние от f от х до а меньше епсилон. Значит, это называется предел слева, но аналогичным образом строится предел справа. Значит, это предел слева. предел при х, стремящемся к 1 слева. Ну, и, соответственно, справа будет то же самое. Значит, плюсик либо так написан, либо так. Либо так. Значит, такое же определение. Единственное, что теперь я должен рассмотреть правую полуокрестность единицы. Вот такое. Вот. Или вот так это можно записать. Чуть-чуть попозже мы еще поговорим про пределы при х, стремящемся к бесконечности или к минусу бесконечности. В общем, это еще отдельная будет история. Но, в принципе, все эти определения очень похожи. Но, как видите, разнообразие разных определений сильно возросло. Есть ли какие-нибудь вопросы про это определение? Значит, давайте вернемся к этой картинке. Здесь предел при х, стремящемся к единице слева, f от х. Чему будет равен? Будет равен двойке, да. И предел при х, стремящемся к единице справа, f от х. Будет равен тройке. Давайте я сформулирую по этому поводу такую теорему, такое утверждение. Смотрите, вот здесь у нас есть два предела. Предел слева и предел справа, и они не равны. В этом случае предел функции не существует. Но если бы так оказалось, что у нас есть предел слева и есть предел справа, и они равны между собой, то тогда у функции был бы просто предел при х, стремящемся к этому же самому числу, и он бы равнялся этим односторонним. Это более-менее понятно из картинки. Если бы у нас совпали бы вот эти вот, если бы у меня вот здесь стремилось бы к той же точке, то предел бы существовал. Я сейчас, наверное, не очень хочу тратить время на то, чтобы это доказать, хотя это хорошее упражнение, кстати. Надо было в семинарский источник включить, но я забыл. Ну ладно, в коллоквию можно включить. Значит, утверждение. Если функция f определена в проколотой окрестности какой-то точке х0, и существует предел при х, стремящемся к х0 слева, f от х, и существует предел при х, стремящемся к х0 справа, и они равны между собой, то существует предел вот такой обычный. и он равен этим двум. Вот. Мы на самом деле этим будем пользоваться довольно часто. так что доказательства оставим в качестве упражнений. Я когда учился на Мехмате, ходил на лекции в независимый университет, и там Стефан Юрьевич Немировский читал курс по многомерному комплексному анализу. И время от времени он тоже формулировал какие-то теоремы, причем, на мой взгляд, гораздо менее очевидны, чем то утверждение, которое сформулировалось сейчас я, и оставлял доказательства в качестве упражнения. С тех пор мы с моим другом Пашей Калидой, с которым мы вместе на эти лекции ходили, придумали термин «доказательство методом Немировского». Это означает, что доказательство оставляется читателю в качестве упражнения. Да. В данном случае, это правда хорошее упражнение. Вот. Ну что, не появилось вопросов про односторонние пределы? Да, смотрите, есть еще одно замечание по поводу области определения. Вот смотрите, для того, чтобы говорить про существование предела, мне нужно, чтобы функция была определена в какой-то проколотой окрестности точки точке х0. Потому что, если она не определена в какой-то проколотой окрестности точки х0, то есть, допустим, представим себе, что у меня есть какая-нибудь функция типа корень из 1 минус х квадрат. Вот эта вот штука, она определена только при иксах от минус единицы до единицы. И если я попробую просто написать определение предела на границе области определения, вот здесь, допустим, при экстремящемся к единице, в определении предела у меня будет фигурировать какие-то проколотые окрестности, но поскольку функция не определена в этой проколотой окрестности, будет непонятно, как там проверять условия. Там нельзя будет вычислить значение функции вот в этих точках. Поэтому вот про такую штуку, про ее пределы вот в концах области определения, в граничных точках области определения, можно говорить только в смысле одностороннего предела. То есть, вот у такой штуки, например, есть односторонний предел, предел при экстремящемся к единице слева, корни из 1 минус х квадрат. Чему он, кстати, равен, как вы думаете? Нулю, да. Вот. А вот про предел при x стремящемся к единице просто. Ну, в общем, непонятно. Я бы сказал, что он не определен, так как функция не определен в проколотой окрестности. Вот. Это такая небольшая тонкость, связанная с областями определения. Соответственно, для того, чтобы определить предел односторонний, вам нужно, чтобы функция была определена в соответствующей полуокрестности, либо левой, либо правой. Вот. Окей. Давайте я тогда сформулирую вторую тему сегодняшней лекции. это предел по гейне. То определение предела, которое я сформулировал на прошлой лекции, называется определением предела функции по каши. Есть другой способ определять предел функции. он чуть менее подходит для того, чтобы доказывать, что предел равен чему-то конкретному, зато иногда подходит в некоторых других ситуациях, в некоторых доказательствах он удобен. И самое главное, что эти два определения, они на самом деле эквивалентны друг другу, это мы сейчас докажем. Давайте я сформулирую это определение. Интересно, можно сделать так, чтобы эта штука не издавала звук. Может быть, она, по крайней мере, проветривает. Итак. Определение предела по гейне, оно в большей степени даже соответствует той интуиции, которую мы обсуждали, которую мы используем, когда рисуем вот такого типа картинки. Я рисую какую-нибудь вот такую картинку, а потом говорю, вот, допустим, у меня эта точка x0, а потом говорю, что меня интересует, куда стремится y, когда x приближается к x0, и я рисую какую-то вот такую вот штуку. То есть, на самом деле, я представляю себе, что у меня есть какая-то последовательность, которая по x приближается к x0, и меня интересует, что происходит с y, которые соответствуют этой последовательности. Ну и, собственно говоря, определение устроено так. функция f имеет предел а при x, стремящемся к x0. Если для любой последовательности xn-ных такое, что xn-ная стремится к x0 при n, стремящемся к бесконечности, и для всех n xn-ная не равняется x0, верно, утверждение, что f от xn-ная стремится, как вы думаете, куда? Ну, если бы она стремилась бы к f от x0, мы бы получили бы немножко другое утверждение, мы получили бы утверждение про непрерывность. Но на той картинке, которую я нарисовал, она действительно должна бы стремиться к f от x0, потому что она там действительно непрерывна. Но я формулирую вот такое утверждение. Я формулирую утверждение, что f имеет предел а при x, стремящемся к x0. Значит, f от x0 куда? f от xn-ная куда нужно стремиться? Нужно стремиться к а. Значит, вот определение предела функции по гейну. Такое что? Значит, для всякой последовательности xn-ной такое, что она должна удовлетворять двум условиям. Первое условие – это что xn-ная стремится к x0, а второе условие – что никакой ее, никакой элемент последовательности не равен x0. Значит, вот эти вот два условия мне нужно, чтобы они выполнялись. И тогда будет верно вот такое утверждение, что f от xn-ной стремится к а, ну, соответственно, имеется в виду тоже при стремящемся к бесконечности. То есть, что сейчас происходит? Значит, вот у нас есть последовательность x-ов. x1, x2 и так далее. Каждому x я ставлю в соответствие соответствующий y. y определяется как… Так, ну, давайте я дорисую уж ось. Это x, это y. Это какая-то функция. Значит, соответственно, вот у нас есть x1, а вот здесь вот есть f от x1. Потом есть x2, а вот тут вот есть f от x2. n – натуральное число. Сейчас нет, нет, нет. Сейчас все как было. xn – это последовательность. n – натуральное число. То есть, смотрите, я здесь определяю понятие предела функции, пользуясь тем, что мы уже знаем, кто такие пределы последовательности. Значит, я говорю следующее, что если у меня последовательность x-ов стремится к x0, и при этом сами x-ы не равны x0, то тогда соответствующая последовательность значения функции должна стремиться к a. вот здесь где-то будет предел a. Еще раз, дайте вопрос, пожалуйста. Не очень понятно. Давайте я какой-нибудь пример сейчас приведу. Смотрите. xn – это последовательность. Это последовательность точек на горизонтальной оси. Бесконечная последовательность. Бесконечная последовательность не в смысле неограниченная, не в смысле стремящаяся к бесконечности, А в смысле, что там бесконечное количество членов. Ну да, конечно, они приближаются к X0. То есть вот эти вот X3, если я их нарисую, они будут как-то вот так вот себя вести. Они будут становиться все ближе и ближе к X0. Смотрите, но… Сейчас, давайте я, может быть, нарисую картинку покрупнее, чтобы было более понятно, о чем идет речь. Значит, вот у меня есть какая-нибудь функция. Ну, неважно, какая, допустим, какая угодно. Она просто не определена в этой точке. Да, вот это у меня будет X0. Дальше. Я рассматриваю последовательность точек на горизонтальной оси. Вот, допустим, у меня будет X1, X2, здесь будет X3. Тут будет X4 и так далее. Значит, я не могу их все нарисовать, потому что их там бесконечно много. Но они должны сходиться к X0. Ну вот в терминах пределов последовательности они должны… Последовательность X-ов должна стремиться к X0. Она произвольная. Значит, утверждение про то, что если последовательность X-ов вот этими двумя свойствами обладает, если она стремится к X0, и все элементы не равны X0, то тогда в этом случае обязательно должно быть вот что. Обязательно должно быть утверждение, что последовательность F от них… Вот у меня была последовательность X-ов, я на каждый X действую функцией F, получаю последовательность F от X1, F от X2 и так далее, F от Xn и так далее. Тоже какая-то бесконечная последовательность. Идея состоит в том, значит, вот это у нас будет F от X3, вот здесь он где-то будет. X1, X2, X3, X4 – это не натуральные числа. Вообще не обязательно. N натуральные – это номер элементов последовательности. X-ы – это наоборот какие угодно вещественные числа. Значит, про эту последовательность, про последовательность Xn мы требуем только выполнения вот этих двух условий, чтобы она стремилась к X0 и чтобы она не заходила никогда в X0. И тогда мы говорим, что если функция F имеет в точке X0 пределом A, давайте вот я здесь A нарисую, то это означает, что если Xn стремится к X0, то есть вот они вот так постепенно приближаются, приближаются, вот эта точка будет еще ближе к X0, вот это будет F от X5, то соответствующие значения функции будут становиться все ближе и ближе к A. Пример. Давайте пример какой-нибудь приведем. Ну, хорошо. Давайте вот скажем предел при X, стремящемся к 3 от X2. Придумайте мне какую-нибудь последовательность Xn, которая стремится к 3. 1n, я к 3 хочу, чтобы она стремилась, плюс 3. Да, 1n плюс 3. Теперь давайте смотреть. Во-первых, правда, что предел при стремящемся к бесконечности от Xn равен 3. Правда, что для всех n Xn не равно 3. Отлично. Теперь смотрим, чему равняется предел при n, стремящемся к бесконечности? 1n плюс 3 в квадрате. Значит, можно воспользоваться арифметикой пределов и сказать, что этот предел равен… Ну, во-первых, квадрат можно вынести за знак предела по теореме о пределе произведения. Ну, а дальше по теореме о пределе суммы это получается просто 3 в квадрате, и это 9. Значит, ну, вот смотрите, по определению предела по гейну меня интересует последовательность f от Xn. Значит, вот в данном случае у меня f от X – это есть X квадрат, соответственно, f от Xn – это есть 1n плюс 3 в квадрате. Да, действительно, значит, я сейчас не доказал, вот этим примером, я не доказал, что для функции X квадрат вот этот предел равен 9 по гейну. Я действительно проверил только одну последовательность. Но я, собственно говоря, и не пытался это доказать, я пытался просто продемонстрировать, как работает определение, как работают все объекты, которые входят в определение. Да, любая последовательность. Ну, посмотрите, давайте представим себе, что я взял бы не вот такую последовательность 3 плюс 1n, а какую-нибудь другую последовательность, которая бы тоже стремилась бы к тройке. Ну, придумайте мне какую-нибудь другую последовательность, которая тоже стремится к тройке. 3 минус 1n. Что, 3 минус 1n в кубе. Давайте еще на минус 1 в степени умножим, чтобы уж совсем интересно. Значит, вот эта вот штука, она стремится к тройке, но она стремится к тройке с двух сторон. Вот у нас есть тройка здесь, да, и она как-то так будет себя вести. Значит, она будет принимать значение то чуть выше тройки, то чуть ниже тройки. Но вот как-то вот так она будет стремиться. И опять же, значит, мне нужно на что посмотреть. Ну, во-первых, я знаю, во-первых, правда, что предел этой штуки равен 3. Во-вторых, правда, что все элементы последовательности не равны тройке. Ну, и теперь можно проверить, что f от xn – это и есть предел при стремящемся к бесконечности. Теперь будет 3 минус 1n в кубе на минус 1 в степени n в квадрате. Ну, и опять же, по тем же самым правилам арифметики пределов, видно, что и в этом случае этот предел будет равен все вот это вот нужно возвести в квадрат. Ну, понятно, что то, что сейчас стоит под скобками, значит, вот эта вот вся штука стремится к нулю, никуда не денется, единица на n в кубе стремится к нулю, при стремящемся к бесконечности. Вот, поэтому вся эта штука тоже стремится к 9. Смысл определения по гейна состоит в том, что вот какую последовательность не выбирай, если она обладает вот этими двумя свойствами, то тогда при постановке ее в нашу функцию предел должен равняться вот этому самому пределу функции. Да, с помощью определения по гейну легко доказать, что предел чему-то не равен или что предел не существует. Вот давайте я еще один пример приведу. Вот смотрите, здесь, видите, вот здесь вот как не выбирая последовательность, все равно предел f от xn будет равен 9. А вот пример, который мы рассматривали. Допустим, синус пи деленное на n. Вот здесь вот легко привести примеры двух последовательностей. Допустим, легко показать, что предел, скажем, не равен нулю. Сейчас, давайте не так, не пи деленное на n, а пи деленное на x. Вот, вот этой штуки. Значит, докажем, что предел при x, стремящемся к нулю, пи деленное на x, не ноль. Синус пи деленное на x. Ну, действительно, что нужно доказать, что он не ноль? Ну, можно просто, если бы он был бы ноль, допустим, по гейна. Если бы он был бы ноль, то это означало бы, что по любой последовательности x, которая стремится к нулю, у нас последовательность y стремилась бы тоже к нулю. Но тут легко придумать контрпример. Какой контрпример? xn равняется… 1 деленное на n как раз плохой пример, потому что синус пи n равен нулю. Нет, ну вот смотрите, вот смотрите, вот если у вас xn равняется 1 делить на n, то тогда вас интересует предел при n, стремящемся к бесконечности, синус пи деленное на 1 деленное на n. То есть предел при n, стремящемся к бесконечности, синус пи n, то есть 0. 1 делить на 2 n – это последовательность, это последовательность, это тоже будет 0. 1 делить на n плюс 1 вторая. Вот такая вот штука, да. Значит, вот такая штука, давайте проверим. Значит, во-первых, xn стремится к нулю. 2 деленное на n. Да, там будет встречаться пи пополамки, тоже подойдет. Там нет никакого предела, да, тоже нормальный вариант. Значит, давайте возьмем вот эту штуку. Пи деленное на n, там непонятно что. Там вот будет синус каких-то натуральных чисел, кто знает, кто там стремится. Значит, давайте вот такую штуку возьмем. Да, у нас наши два условия выполняются, но при этом предел синус xn будет будет синус пи разделить на единица, деленная на n плюс 1 вторая. Давайте даже возьмем 2n. Вот так. Значит, это будет синус от 2n пи плюс 1 вторая пи. И это чему равняется? Это просто единица, потому что у меня синус получился от половинки пи плюс какое-то количество целых оборотов. Целые обороты ни на что не влияют, а синус от половинки пи – это единица. Да, то есть, смотрите, значит, на самом деле как бы вот эта вот штука, она вроде бы аргумент в пользу того, что предел равен нулю, но на самом деле мы можем выбрать такую последовательность, по которой предел будет не равен нулю, а наоборот, например, равен единице. И наличие вот такой вот штуки явно показывает, что предел функции синус пи деленная на x при x, применяющемся к нулю, не равен нулю. Ну, на самом деле, если мы поверим в единственность предела, то вот эти два примера явно показывают, что предела не существует. Предела функции. Вот, ну, по крайней мере, вот этот пример явно показывает, что вот это вот, что предел не равен нулю. Да. Оно определение. Определение невозможно доказывать. Но то, что можно доказать и то, что мы сейчас докажем, это эквивалентность этого определения, определение предела по гейну и эквивалентность определения предела по каши. То есть мы докажем, что это, на самом деле, два способа определить одно и то же понятие. Да. Докажем. Сейчас докажем. Давайте я еще одну штуку хочу показать, прежде чем я действительно перейду к доказательству вот этого утверждения про то, что это, на самом деле, одно и то же определение. А именно, как видите, мы все время зачем-то проверяем вот это вот второе условие. Нужно ли оно нам вообще? Значит, почему нам важно то, что xn не равны x0? Ну, то, что мы можем подойти с одной стороны или с другой, это вот этим вот обеспечивается. То, что произвольная функция, она может стремиться к x0 либо с одной стороны, либо с другой стороны. А почему мы требуем, чтобы все элементы не равнялись x0? Да, она может быть не определена при x0. или, например, она может быть определена, но имеет значение, отличное значение предела. Давайте я приведу пример. Значит, почему условие… Значит, пример такой, он ужасно простой. Давайте посмотрим на вот такую функцию, которая равна, например, единице всюду, кроме числа 2. А в двойке она равна, например, скажем, 3. И давайте придумываем эту функцию. какую-нибудь последовательность. Ну, во-первых, скажите мне, чему равняется предел при x, стремящемся к 2 f от x? Он равен единице. Вот эта вот точечка на него никак не влияет. Вот тот предел, который мы обсуждали до сих пор, предел Покаши. Все согласны с этим? Вот. А теперь смотрите. Если бы у меня в определении предела Погейна, вот этого условия не было бы. то я мог бы рассмотреть такую последовательность. Вот она устроена так. xn равняется, например, 2 плюс единица на n для n четных и просто 2 для n нечетных. Давайте посмотрим. xn стремится к двойке, при n стремящемся к бесконечности? Стремится. Да, она то двойка, то не двойка, то двойка, то не двойка. Но при этом те штуки, которые не двойки, они все становятся все ближе и ближе к двойке, они неограниченно приближаются к двойке. Да? Согласны? Вот. А f от xn, что вы можете сказать? Куда она стремится? Куда она стремится, f от xn? Единица стремится? Не может быть такого отдельно, что для нечетных и для четных. Куда она стремится, f от xn стремящемся к бесконечности? Так, что-то непонятное. А что конкретно? Да, ну просто вот у меня сейчас вопрос, можно вот в этом месте, сейчас можно забыть про все определения. У меня просто вопрос. Куда стремится f от xn? f от xn – это просто последовательность. Последовательность значений функции f в точках xn. Давайте запишем, как эта последовательность вообще устроена. Какие она значения принимает? Сейчас, f от xn – это последовательность, которая, ну как бы, у нее есть элементы с заданным номером. У нас n меняется, n равняется 1, 2, 3, 4 и так далее. Давайте я даже как-нибудь ее обозначу. Вот, допустим, давайте я скажу, что f от xn – это просто называется yn. Такая у меня есть последовательность yn. Вот чему равняется yn? Смотрите, вот у меня x-ы устроены так. Они могут быть либо чуть больше двойки для четных элементов, либо просто попадать в двойку. Если xn попадает не в двойку, а в чуть-чуть выше двойки, то yn равен единице. Да пишет, пишет. Просто я, видимо, слишком… А если очередной xn попал в двойку, то значение y равняется 3. Значит, как написать, чему равняется yn? Единицей тройки – когда? Значит, если n четная, то тогда единица, а если n нечетная, тогда тройки. Вопрос. Вот у такой последовательности есть предел? Значит, последовательность устроена так – 3, 1, 3, 1. У нее нет предела. Смотрите, вот наша функция устроена, как показано на этой картинке. Давайте я напишу ее формулой. f от x равняется… Значит, чему она равняется? Она равняется 3, если x равняется 2, и единица – иначе. Вот такая у нас функция. Соответственно, мы в нее подставляем вот эти вот элементы моей последовательности, xn. Эти элементы бывают двух видов. Для четных n – это штука, которая больше двойки. Для нечетных – она равна двойке. Значит, если она больше двойки, значит, мы оказываемся вот в этом случае. И значение функции f в соответствующей точке – это единица. Точнее, наоборот. Значит, если у меня n нечетное, да, значит, если я оказался вот здесь для четных, то у меня значение единица. Если я оказался вот здесь, то у меня значение тройка. Окей? Предела этой последовательности не существует. То есть, смотрите, если бы я, когда формулировал определение предела по гейна, забыл бы вот про это условие, про условие, вот про это условие, то тогда я вынужден был бы заявить, что вот у этой функции, которую я тут нарисовал, у нее нет предела при x, стремящимся к двум по гейну. Если бы я в определении предела по гейну, если бы я захотел бы, если бы я захотел придумать бы какое-нибудь новое определение предела, предел по щурову, и это была бы такая модифицированная версия предела по гейну, у которого вот этого условия бы не было бы. Тогда бы я был бы вынужден заявить, что вот в соответствии с моим определением предела, вот у такой функции предела нет. Это не то, что я хочу. Я хочу, чтобы у меня было бы одно и то же определение предела на протяжении всей истории. Топ-топ-топ-топ-топ-топ предела нет, да. Ну, как правило, да. Как правило, определение по гейну используется тогда, когда вы хотите что-нибудь доказать, что предела нет или предел чем-то неравен. Вот. Ну что, понятен смысл этого примера? Понятно ли, что должен проиллюстрировать этот пример? Ну, то есть, два вопроса. Первое. Понятен ли сам пример? И второе. Понятна ли связь этого примера с предыдущим нарративом? Хорошо. Ну что, давайте тогда докажем, что на самом деле определение предела по гейну и определение предела по каши – это на самом деле определение одного и того же понятия. Да, если у нас есть какая-то последовательность, которая удовлетворяет требованиям определения предела по гейну, но при этом последовательность f от xn не имеет предела, то это означает, что предела в принципе нет у вашей функции. Так, значит, теорема. Определение предела по каши по гейну эквивалентно. Давайте это докажем. Значит, что означает, что эти два определения эквивалентны? Это означает, что если какая-то функция удовлетворяет одному из них, то, значит, она удовлетворяет и другому. Соответственно, доказывать будем в две стороны. Давайте сначала докажем, что если выполняется определение предела по каши, то тогда автоматически выполняется определение предела по гейну. Значит, это доказательство в сторону каши, следовательно, гейну. Давайте напишем определение предела по каши. Значит, вот у меня есть условие, что при x, стремящемся к x0, f от x равняется a. И я записываю определение этого факта по каши. Это то, что мы обсуждали раньше. Для всякого epsilon больше 0 найдется delta больше 0. Такая, что для всякого x, если x минус x0 меньше delta больше 0, тогда f от x минус epsilon. f от x минус a меньше epsilon. Вот. Значит, это то, что у нас есть. Да, это нам дано. Теперь, что мы хотим доказать. Значит, хотим доказать определение предела по гейну. То есть, для всякой последовательности xn. И если xn стремится к x0, и xn не равны x0, то f от xn стремится к a. Значит, это то, что мы хотим. Давайте мы дополнительно распишем те условия, которые у нас вот здесь вот есть. Значит, мы воспользуемся определением предела последовательности и распишем, кто такие вот это вот условие, что xn стремится к x0. И кто такое вот это условие, что f от xn стремится к a. Значит, по определению предела последовательности. Значит, условие xn стремится к x0 – это такое условие. Для всякого… Давайте я буду писать здесь ε1. Найдется такое n1. Что для всех n больше, чем это n1. Расстояние от xn до x0 меньше ε1. Значит, я просто расписываю условие, что xn стремится к x0. Значит, вот эта штука должна быть меньше, чем ε1. И условие, что f от xn стремится к a – это условие такое. Для всякого ε2 большего 0 найдется такое n2. Что для всех n больше, чем n2. Расстояние от f от xn до a должно быть меньше, чем ε2. Значит, вот у нас три условия выписаны на доске. То есть, что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что… Во-первых, вот смотрите, мы сейчас предполагаем, что верно вот это. Мы взяли какую-то последовательность, для которой также верно вот это. и вот это. И хотим доказать, что в этом случае будет верно вот это. То есть, фактически у нас вот эта вот вещь, вот эта вот вещь нам дана, и вот эта вот вещь нам тоже дана. И вот эта вещь дана. Вот три факта, которые нам даны. И мы хотим из этих всех фактов вывести вот такой факт. Значит, дано вот это, вот это и вот это. Ну, в определении, смотрите, в определении предела погейна мы делаем некоторые утверждения про все последовательности, которые обладают вот этими двумя свойствами. То есть, я сейчас говорю так. Пусть функция f удовлетворяет определению предела ПКШ. Возьмем любую последовательность. А если она удовлетворяет определению предела погейна, то есть удовлетворяет вот этим вот двум условиям, то тогда мы должны сделать вывод, что вот это верно. То есть, про мою последовательность я могу предполагать, что выполняется вот это условие и выполняется вот это условие. Да? Мы их применяем не для функции, а для последовательности. У нас есть последовательность xn, и у нас есть последовательность f от xn. Я мог бы обозначить ее как yn. Смотрите, давайте я сейчас нарисую картинку, из которой, может быть, будет более понятно, что со всем этим делать. Смотрите, значит, вот какая у меня история. Вот у меня есть моя функция. Как-то она вот так вот себя ведет. И вот у меня здесь есть где-то xn. Значит, здесь у меня пусть будет a. И что мне известно? Мне известно, что для любого эпсилона вот здесь найдется такая дельта-окрестность вот здесь проколотая. Здесь дельта. Такая, что все точечки вот из этой дельта-окрестности попадут под действием моей функции вот в эту эпсилон-окрестность. Это определение предела Покаши. А теперь у меня возникает еще какая-то последовательность xn. Вот у меня возникает последовательность x1, x2 и так далее. Вот она должна стремиться обязательно к x0. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что f от xn обязательно должно стремиться к a. То есть я хочу сказать, что если я возьму значение функции f, то есть значение на вертикальной оси, вот это будет f от x1, вот это f от x2, то эти значения будут обязательно стремиться к a. Вот это то, что мне нужно доказать. Ну, давайте подумаем, как это доказать. Вот. Значит, почему бы, почему, вот если это верно, если правда, что все точки вот из этой проколотой окрестности обязательно попадают вот в эту эпсилон-окрестность, почему из этого следует, что если последовательность стремится к точке x0, то ее образы, значение f в соответствующих точках, обязательно будут близки к a, будут стремиться к a. Да, и идея действительно правильная. То есть смотрите, чего я говорю? Я говорю примерно следующее. Вот определение предела Пакаши говорит такую вещь. Она говорит, что если точка x близка к x0, то f от x близка к a. Дальше. Нам известно, что xn стремится к x0. Это означает, что наши xn, начиная с какого-то номера n, будут близки к x0. Ну, а в этом случае f от xn будет близко к a. Осталось эту идею как-то формализовать. Значит, давайте смотреть. Вот нам нужно доказать то, что написано вот в этой красной рамочке. Значит, нам нужно для всякого эпсилон-2 научиться строить такое n2, что что-то там. Что f от xn минус a меньше, чем это эпсилон-2. Вопрос. Как мы поймем, какое n2 выбрать? n1 от кого? Да, то есть смотрите. Вот какая идея. Мы говорим, что нас устроит тот момент времени, когда наша последовательность попала вот в эту дельта-окрестность. Потому что тогда мы знаем, что f от нее попало в эпсилон-окрестность. Да, да. То есть смотрите, нам нужно все подсоединить эти кусочки так, чтобы получился работающий механизм. Давайте подсоединяйтесь. Во-первых, я хочу получить вот эту дельту. Эта дельта должна обладать следующим свойством, что те точки, которые попадают в эту дельта-окрестность, попадают вот здесь. В конечном итоге мне нужно, чтобы f от xn было в эпсилон-2 окрестности точки А. Значит, мне нужно, чтобы у меня f от xn попадало в эпсилон-2 окрестность точки А. А в определении предела по каши у нас фигурирует вот этот эпсилон. Чему нужно выбрать равное вот этот эпсилон? Да. Да, вот этот эпсилон должен быть тем же эпсилоном, который у нас изначально есть. Значит, положим. Ну, смотрите, значит, нам дали какой-то эпсилон-2, и от нас хотят, чтобы f от xn было эпсилон-2 близко к точке А. Определение предела по каши фигурирует вот этим эпсилоном, который выполняет похожую функцию. А именно он говорит, что этот эпсилон – это та штука, которая меряет расстояние от f от x до А. И это вот ровно то, что нам нужно. Значит, мы этот эпсилон можем выбирать сами, поскольку нам вот это утверждение дано. Здесь это утверждение сказано для всякого эпсилона. И, значит, мы можем его выбирать, как хотим. Положим, эпсилон равный эпсилон-2. Захотели – выбрали. Дальше. Следующая штука, которой я хочу воспользоваться, – это вот эта штука. Она говорит, что если… Следующая штука, которой я хочу воспользоваться, – это вот эта штука. Она говорит, что если n достаточно большое, то xn оказывается в какой-то маленькой окрестности точки x0. Значит, вот эта штука, малость этой окрестности контролируется вот этим эпсилон-1, который тоже в нашей власти. А какой эпсилон-1 нам нужно выбрать? В качестве эпсилон-1 нужно взять вот эту дельту. Давайте я даже скажу, что вот эта дельта, она на самом деле дельта от эпсилон. Потому что она от эпсилона выбирается по эпсилону. Поэтому дальше я напишу следующее. Положим, значит, эпсилон равняется эпсилон-2. Дальше. Эпсилон-1 равняется дельта от эпсилона-2. Значит, что нам дает вот это определение? Оно нам дает такое n-большое, n-большое первое, что, начиная с этого n-большого первого, все элементы xn находятся на расстоянии меньше, чем эпсилон-1, в данном случае меньше, чем дельта от эпсилон-2, от x0. Да? Ну, смотрите, значит, чего мы хотим добиться? Значит, мы хотим сделать так, чтобы у нас вот эта вот последовательность, последовательность x-ов, чтобы она попала в ту самую дельта-окрестность, которая переходит в нашу эпсилон-окрестность. То есть это означает, что нам нужно, чтобы… Мы можем добиться того, что у нас последовательность xn-2 оказывается близка к x0 с помощью вот этого определения. Поскольку мы хотим, чтобы она была на расстоянии дельта от x0, то здесь вместо эпсилон-1 нужно подставить дельту. Вот мы ее и выбрали. Значит, эпсилон-1 равняется дельта-2. Теперь смотрите, значит, чего я говорю? Я говорю, что если мы вот в эту дельта-окрестность попали, то тогда f от xn автоматически попало в нужную нам окрестность вот здесь вот. Мы попали вот в эту дельта-окрестность в тот момент, когда n маленькая стала больше, чем n1. Значит, какое нам нужно выбрать n2, чтобы все сработало? Да, ну, сойдет и просто равно n1. Положим n2 равное n1 от эпсилон-1, то есть n1 от дельта от эпсилон-2. Смотрите, давайте поймем, кто такой вот этот n. Значит, вот этот n2 – это тот n2, который нам был нужен. Я хочу показать, что он действительно будет работать. Значит, я в качестве этого n2 выбрал n1 от эпсилон-1. То есть это означает, что если у меня… Значит, я хочу доказать вот эту вот вещь. Если n оказался больше, чем этот n2, это означает, что n оказался больше, чем вот этот n1. И это означает, что у меня xn попало в эпсилон-1-окрестность точки x0 по вот этому условию. Смотрите, давайте еще раз проговорю. Значит, смотрите, как здесь все работает. Значит, вот я выбрал вот это n2, равное вот этому n1. Значит, кто такой этот n1? Он гарантирует, что если n маленько больше, чем это n1, то расстояние от xn до x0 меньше, чем вот этот эпсилон-1. В качестве вот этого эпсилон-1 я взял дельту от эпсилон-2. То есть это означает следующее. Это означает, что если n маленько больше, чем вот это n2, то мой xn попал вот в эту дельту-окрестность. Но если xn попал вот в эту дельту-окрестность, то f от xn попал вот в эту эпсилон-окрестность. И все работает. Но дельта выбирается не просто так. Она выбирается по какому-то конкретному эпсилону. Важно то, что мы взяли вот этот эпсилон-2, подставили его вот сюда, получили дельту. Дальше взяли эту дельту, подставили его вот сюда вместо эпсилон-1, получили n. Дальше мы взяли вот этот n, подставили вот сюда вместо n2, и оказалось, что этот n2 работающий. Вот такая схема доказательств. Давайте я формально напишу. Значит, для всякого n маленького больше, чем n2, а расстояние от xn до x0 меньше, чем дельта от эпсилон-2. А с другой стороны, у нас есть условие, что все xn не равны x0. Поэтому это расстояние, оно больше нуля. Значит, если n больше, чем n2, тогда выполняется вот такое неравенство. Это следует вот отсюда. Правильно? Дальше. Теперь смотрим. Вот это вот, если выполняется вот это неравенство, то тогда вот отсюда следует, что f от xn меньше, чем эпсилон. Вот этот вот, эпсилон-2. f от xn минус a. меньше, чем эпсилон-2. А это ровно то, что нам требовалось доказать. То есть выбранное n2 работает. И все, в эту часть мы закончили доказательства. Да, но это еще не все. Нас ждет вторая серия. Доказательства в обратную сторону. Какие есть еще вопросы по доказательству в эту сторону? Давайте докажем в обратную сторону. Значит, из гейна следует каши. В обратную сторону проще всего доказывать от противного. Пусть условия по каши верно. Пусть f от x стремится к a по каши. Сейчас, наоборот. Пусть она стремится по гейну. А по каши нет. Давайте запишем утверждение, что неправда. Запишем отрицание определения по каши. Существует такой эпсилон больше нуля. Что там было? Что для всех дельта больше нуля. Найдется такой x. Давайте скажем, что это x от дельта. Во-первых, отрицание к каши я сейчас пишу. Я доказываю от противного. Я предполагаю, что гейна выполняется, а каши не выполняется. И хочу прийти к противоречию. То, что я сейчас пишу, это отрицание определения предела по каши. Значит, x минус x ноль должен быть меньше, чем дельта больше нуля. И одновременно с этим должно выполняться такое условие. Нет, здесь не должны, потому что это условие. Оно перед импликацией. Я импликацию отрицаю. Значит, f от x минус a. f от x минус a должен быть по модулю больше либо равняться эпсилон. Это отрицание условия по каши. Теперь я буду строить некоторую последовательность. И докажу, что эта последовательность должна нарушать вот это предположение о том, что f от x стремится к апогейну. А именно, давайте мы построим такую последовательность. Значит, возьмем эпсилон, равный 1n. А, сейчас, вру, 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 не эпсилон, равный 1n, дельта, равный 1n. Эпсилон я не контролирую. Дельта, равный 1n. Значит, вот мы сейчас предполагаем, что вот это верно. Мы рассуждаем от противного. Нет, эпсилон, значит, вот мы сейчас предполагаем, что вот это верно. Эпсилон какой-то существует, нам его дают, и все, дальше мы им будем пользоваться. А дельту мы выбираем сами. Мы сейчас предполагаем, что вот это утверждение, по предположению, вот это утверждение верно. Для любого дельта, да. Но мы предполагаем, что это верно, поэтому дельта может быть какой хотим. Мы хотим взять дельту, равную 1n. Не одно число. Для разных n мы будем строить разные дельты. Мы сейчас таким образом построим последовательность. Возьмем дельта, равную 1n. Значит, получим... Давайте я скажу, дельта n, пусть она называется. Дельта n, равная 1n. Получим xn, равная x от дельта n, то есть x от 1n. Смотрите, что теперь мы знаем про последовательность xn-ных. Значит, вот у меня теперь возникла последовательность xn-ных. Я подставляю вот в это определение разные дельты. Дельта, равная 1n2, дельта равная 1n3, 1n4, 1n5 и так далее. Каждая дельта мне генерирует свой x. Получается такая последовательность x-ов. Вопрос. Что мы знаем про последовательность xn-ных? Что мы можем сказать про то, куда стремится xn-ных? xn-ных стремится к x0, потому что xn-ных минус x0 меньше, чем 1n-ных. С другой стороны, для всех n, xn-ные не равняется x0. Поэтому мы просто взяли это утверждение о отрицание определения по каши, и построили вот такую последовательность. А теперь замечаем, что эта последовательность удовлетворяет вот этим двум свойствам. Но сейчас, вот в этом рассуждении сейчас никакого гейна не было. Но на самом деле вы правильно видите, к чему я клоню. Клоню я к следующему. Вот эта последовательность Xn, которая у нас построена, она удовлетворяет требованиям к последовательностях, которые сформулированы в определении по гейну. Но что вы можете сказать про f от Xn? Заметим, что у нас все Xn обладают вот таким свойствам. Для одного и того же ε. Xn не равняется X0, больше мы про него ничего не знаем. То есть мы знаем вот это и вот это, больше ничего на самом деле. Но f от Xn, может ли так случиться, что f от Xn стремится к А? Ну, непонятно, стремится или не стремится, но, по крайней мере, оно все живет вот в этой окрестности. Точнее, наоборот, вне этой окрестностей. У нас известно вот такое вот условие. То есть f от Xn отделена от А. И значит, f от Xn никак не может стремиться к А. Оно все целиком живет вне коридорчика, вокруг А. А противоречия с определением предела по гейну. Сейчас объясню. Смотрите, давайте с самого начала. Значит, мы доказываем, что из гейна следует каши, мы доказываем от противного. А именно, мы предположили, что предел по гейну выполняется вот такой вот, а по каши нет. Записали отрицание к определению предела по каши. С помощью этого отрицания построили некоторую последовательность Xn, которая обладает теми самыми двумя свойствами, которыми должна обладать та последовательность, которая фигурирует в определении по гейну. Хотим и берем. Мы имеем право сюда дельту поставлять, какую хотим. Решили поставлять вот эту. Но мне, на самом деле, от этой дельты нужно только то, чтобы она к нулю стремилась. Получили вот такую последовательность. И эта последовательность, если бы предел по гейну действительно, действительно вот это вот условие бы про предел по гейну выполнялось бы, то тогда для любой последовательности, которая вот этими двумя свойствами обладает, должно выполняться условие, что F от Xn стремится к А. А оно не стремится, потому что мы все Xn выбирали так, чтобы F от них жило бы далеко от А. Было бы отделено от А. Поэтому вот эта вот штука не может стремиться к А. Мы пришли к противоречию. Нет, мы их подставляем в определение предела по гейну, но вот эти два условия берутся из вот этих условий. Вот из этого следует, что Xn стремится к X0. И вот из этого следует, что Xn не равняется X0. Все, конец доказательства. Ну, смотрите, у нас N стремится к бесконечности. Вот эта штука становится маленькой. Здесь написано, что расстояние от Xn до X0 становится маленьким. Да, но если как бы совсем формально, то можно сказать следующее. Можно сказать, что Xn меньше X0 плюс 1n и больше, чем X0 минус 1n. А дальше сказать, что потерями от двух милиционеров вот эта штука стремится к X0 и вот эта штука стремится к X0. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...